Безусловно, когда новость официально вышла в СМИ, в интернете и так далее, я несколько человек забарнивал даже на каких-то социальных сетях, которые... Мне просто было мерзко читать про то, что пишут. И это как собака, которая на сене, которая лает, собственно говоря, ничего сделать не может. Вот весь какой-то менталитет внутренних людей, воспитания, и вот как раз той самой истории, когда я сейчас хоть что-то каркну, может быть, меня заметят вот эти суматохи, потому что я не такой, как все, и пойду куда-нибудь против течения. Только если бы это течение было достойным, а не как в данном примере, здесь обсуждать-то было нечего, и говорить-то было не о чем. Вся история предельно понятна. И те люди, которые не знали Жанну, не то чтобы близко, лично, они просто ее не знали. Вот. И имели смелость и наглость высказываться по поводу того, что почему это так, а почему это не так. Ну, это как, собственно говоря, знаете, я могу сказать так, что... Как-то я очень сильно расстроился по поводу того, что на сайте, на одном из музыкальных сайтов телеканалов, на которых я трудился, что-то написали дети, там, ну, какую-то, типа, историю, которая мне не очень была приятна лично. И мой первый звукорежиссер, Юлия Трофименко, она мне сказала, малыш, вы представляете, что там сидит какая-нибудь прыщавый задрот, вот, который, в принципе, ничего, кроме своего неправильного, воспринятого еще на сегодняшний момент мира, не видел. Он не понимает, что может быть по-другому. Нельзя его в этом обвинять, поэтому нельзя обвинять людей за глупость. Их много, много глупых людей. И нельзя говорить, что они глупые, потому что это значит давать им оценку. Мы же с вами настолько уже впереди, чтобы не оценивать всего происходящего и не давать им оценку. Поэтому те люди, которые... Это как, знаете, когда двое влюбленных расстаются, и потом она говорит, да он такой-то или сякой-то. Если ты ела с этим человеком с одной вилки или ложки, если ты спала с ним в одной постели, как можно проговорить какие-то вещи. А уж тем более, как можно говорить какие-то несуразные, неправильные вещи про людей, про которых вообще нельзя ничего хорошего или плохого говорить. Их сегодня с нами уже нет. Несите хорошее что-то, несите доброе и светлое. Но к этому нужно прийти. Поэтому для меня этих людей просто... Для меня не существует просто в моем пространстве. Эти люди были, есть. И в этот момент им, наверное, казалось, что они герои. Потому что я скажу то, за что в принципе должно быть стыдно. И не должно быть стыдно. Поэтому мы не сможем уйти от этой людской глупости. А что касается плане... Вы задали вопрос по поводу похорон. Безусловно, эти церемонии... Я вам скажу так, что... Я вам приведу пример. Ничего такого сверхъестественного в этом нет. Во Франции был великолепнейший победитель фабрики звезд. Одной из первых, которая была в Франции, звали его Грегори Ле Маршаль. Которого назвали «Золотым голосом Франции». И он умер в тот день, когда у него должен был быть концерт в Ласкало. Собственно говоря, зал был битком полный. И он понимает, что у него была астма. Он знал это с самого рождения. И понимая, что он не приедет, он написал смс. Одному своему какому-то близкому человеку. И этот смс публично опубликовали, как бы его обращение было к народу. Когда он умер, во Франции объявили три дня траура. Потому что страна потеряла свой золотой голос. Она потеряла человека, которого любило огромное количество человек. Поэтому ничего в том, что по церемонию транслировался, в этом нет. Это абсолютно нормально. Но вопрос заключается в том, как правильная подача. Вот, к сожалению, подачи правильной нам еще до этого растет. Ну, это как в кино. Как в хорошей картинке. Как в правильной книге. Она либо есть, либо ее нет. И вот эти вот истории... Всегда найдется человек, который скажет, что что-то было хорошо. И всегда найдется... Это как доброе дело. Если я совершу хороший поступок по отношению к вам, то максимум вы об этом расскажете, ну, там, одному-двум своим товарищам. А если я возьму у вас денег в долг и забуду, вы расскажете как минимум десяти. Вот, собственно говоря, наверное, так.